ребят настал момент мы едем статья анатольной забирать mercedes чем могу помочь у елки-палки вот это современная техника слова mercedes нельзя произносить и так идея устроить гонку заезд кто быстрее значит у татьяна анатольевна mercedes на 149 лошадей какой у тебя двадцатый год или двадцать первый двадцатый но у меня 40-летний mercedes с тюниным мотором который был когда-то на 50 лошадиных сил мы подъезжаем к евгению его легендарный мерсик так а где мой мой поход в боксе стоит ну пойдемте смотреть так вот он мой старичок колеса пока еще спереди широкие сзади колеса женины так что у него тут интересно мои колесики движки и движки гелики мерсики жень привет ничего себе гелик вырос был с ладошку здоров 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 все все поздоровались мне кажется все таки у него характер не цепной это все у тебя на свапы или на ремонт но без тюнинга или с тюнингом привет всем уважаемые зрители прошло сколько месяца наверное 3 может быть плюс минус вот я нахожусь у евгения mercedes готов значит вот на протяжении все это время я старался выкладывать ссылочки на через instagram на видео евгения как процесс происходил как мы сделаем наверное видео да то есть мы ответим на вопрос твоих подписчиков да днем подвеску показать покажет да потом мы попробуем сделать пробный заезд я специально привез колеса легкие налитых дисков потому что вот эти колеса очень тяжелые сейчас же не будет рассказывать уже для моего канала какая проделанная работа и параллельно я постараюсь ответить по ценам потому что мне кажется народ думать что у легко и просто получилось вот что раз-два и я даже и не отвечал там да поэтому параллельно расскажем как на самом деле все происходило потому что не просто тюнинг мотора было потому что еще много что пришлось делать параллельно ну что давай начнем с мотора жень значит по капиталки в принципе в моем было видео понятно что мотор требует ремонта и наверное сразу давай мы акцентируем внимание на том что у меня 615 мотор не 616 до есть определенные проблемы с чем мы столкнулись до 615 некоторые говорили там надо было там 617 там еще что-то у нас изначально задача была сохранить вот именно 615 без каких-либо изменений по железу так да потому что тем более сейчас все это ужесточается все эти тюнинги да то есть как бы мы оставили двигатель именно тот же да и нам было самим интересно начать именно вот с этого мотора до 615 то есть у него геометрия у колена 83 и 6 по моему так даже меньше чем у 606 у 601 моторов и поршни 87 то есть мы и не хотели изначально что-то там делать ставить больше поршни там или еще что-то изобретать ну и дальше столкнулись с чем что очень долго искали поршни то есть поршни в магазинах нет был один поршень который по моему все конторы торговали да он там один есть естественно мы пробовали заказывать там один там один там один там один естественно получали отказ везде оказалось в итоге то что в механике по моему один поршень да я искал и в италии у меня там ребята есть там подписчики в испании и в австрии то есть как бы ну нашли в италии комплект новых, но у нас не получилось у него купить. Ну да, что-то какой-то своеобразный продавец. Своеобразный продавец, да, он говорит, я на Россию не буду отправлять. Тут, в общем, может быть, какой-то обман это был, или что. Ну, мы, в общем, не купили. В итоге нашли. Жень, извините, перебью. Мы еще с тобой рассматривали вариант, помнишь, прорабатывали, изготовить поршни. Да, изготовить. У меня опыта такого нету, ставить изготовленные поршни. Поршень-то, на самом деле, он же еще и сложный. Там же, помнишь, металлические вставки. Вот именно я поэтому и отказался от этой идеи, потому что если я задаю вопрос изготовителям, они сразу присылают, какие параметры им нужны. И все. Ну, а помимо тех параметров, которые они прислали, там еще куча параметров именно у дизельного мотора. То есть, та же самая днище поршни, там очень сложная форма. Поэтому, ну, под форкамерный мотор, там сложная форма. Поэтому ну, я не стал рисковать. Ну, нашел я бушные поршни с горем пополам. Не знаю, насколько их хватит. Как бы вот для меня это сейчас как бы такое, знаешь, вот как оно... Ну да, проделанная работа, а деталь бушная. Да, внутри оно все равно, я знаю, что там они стоят бушные. То есть, все такое, как бы... Потом то же самое по уголовке. Я на своем канале там рассказывал. То есть, и мне раньше всегда казалось, что тут... Чугун вечный. Чугун вечный, не вечный, пацаны. Все это там тоже лопается. Тем более, возможно, в силу, вот знаете, чего вот это все лопается. Даже не пробегов. Вот когда вы видите, что мотор этот тарактит, дымит. Вот этот резкий металлический звук, когда вот у них на горячий, мы имеем в виду, холодный, он еще может себя там проявлять как-то что-то. Это как бы я допускаю. А вот горячий все-таки он должен работать, ну, относительно тихо. Мягко. Да, мягко. Вот если нету этой мягкости, вот это все и на поршневую, и на головку. В общем, головку тоже пришлось искать. Здесь, Жень, знаешь, что я так анализирую, мои последние поездки, да, я же начал все больше и больше доливать воду. То есть, ну, из-за того, что прокладка прогорала. И может быть, отчасти вариант такой, что вот на горячий мотор долив воды, вот, потому что тут пробка там ничего не держала, не было давления в системе. Ну, я не знаю, сейчас можно тут рассуждать сколько угодно, я не знаю. Это все потихоньку-потихоньку оно подходило и как бы подошло. Оно можно было бы и ту головку поставить, как они говорили, но у них, видно, опыт уже практика их не показывает с этими моторами, ну, на механообработке, что они сказали так, что есть вероятность, когда ты ее зажмешь, газы пойдут. То есть, сейчас она ослаблена, она прижата. Да, да, газы пойдут. Там у них есть, я не могу вам сказать, на каком-то седле, но на каком-то седле у них есть, там очень близко идет водяная рубашка. И вот, кстати, помнишь, еще был один вопрос от подписчиков о том, что, да, седла, то, что головка чугунная, нет седла. Нет, нету сегодня, да. Да, и, соответственно, первый момент, что седло не поставишь, опять же, за этой тонкой рубашкой. Не поставишь из-за того, что там тонкая. На сегодняшнее время, получается, я вот выявил, вот, ну, я не так много с этими моторами общался, ну, вот такая вот тема. А вот 617-й, который был, помнишь, пятицилиндровый турбо у них, у них там башка такая же, или... Ну, я не знаю, эти турбо, и это вообще редкость у нас, сильная редкость. То есть, даже если ты начнешь искать такой мотор, ну, ты его найдешь, но это редко. Это больше к Америке, там, и все такое. Жень, тогда... Кстати, вон, твоя головка там лежит, вот за стенкой, и 617-го лежит с такой же проблемой. Мы сейчас там 617-й разобрали, и то есть, как бы, вот такая же проблема. Ну, то есть, вопрос, то, что как эксплуатировали, и возраст имеет значение. Ну, давай, Жень, мы дальше пойдем. То есть, у нас вторая была проблема, это коллектора. Тоже, которая не сходу решилась, потому что, если делать коллектора, впускной, выпускной на заказ, это космические деньги. Это крайне дорого. Да. И каким путем мы пошли здесь с тобой? Каким путем? Значит, я взял коллектор, купили коллектор, вот у которых посередине выход, грузовой, на бусах, вот они стояли. Ну, и просто-напросто здесь отрезал, и взял коллектор, пришлось мне испортить от 600, по-моему, именно этот, от 662-го, то есть, треугольный флянец я оттуда отпилил, ну, и вот так вот приварили. А это чугун все-таки? Это чугун, но он достаточно, знаешь, как он называется, наверное, ковкий чугун, или как, мягкий такой. Вот в чем я пробовал, когда уже коллектор распилил, именно, на 662-го, вот этот, сан-йонговский, то есть, ну, он уже не годный, то есть, его выкидывать, и я по нему бил молотком, в общем, ну, он так, он не крошится. А варил ты обыкновенная сварка, или все-таки специально? полуавтоматом. Но, спровок какую-то специальную, или обучение? полуавтомат, медь, ну, и по правилам же, чугун, когда варишь, нужно использовать там, сколько, 75% меди, ну, грубо говоря, полуавтомат подходит на это дело. Так что, вот, пока оно не отвалилось, ну, я еще, и, я километров 200 уже проехал, пока не отвалилось, но я еще и тут вот растяжечку поставил. Ага, это вот на твоем видео, там видно. я уделил время этой растяжке, и, как бы, вот она идет, копорит туда. Да, то есть, как бы, ну, я думаю, растяжка тоже, как бы, поможет в этом плане. Коллектор тоже хитрый. Коллектор от 615-го мотора, которые шли еще, я так понял, в гастрюле, такой отдельный, которые дорестайлинговые, вот эти мерседесы, у них было вот здесь, масляный фильтр, как он называется, воздушный фильтр, с маслом там, как вот раньше, на запорожцах, на тракторах были, вот на белорусах, то есть, по сути, его можно отнести к фильтру нулевого сопротивления. Это хорошие фильтры, но, как бы, от них, видите, ушли. То есть, это вот коллектор 615-го двигателя, я так понял, а тут даже, нет, ну, тут написано 616, но это значит, они 616-е были, шли с этими кастрюлями, потому что у меня, когда был 123-й, я помню, всю эту книжку читал, книжка была старая, такая, раньше книжки хорошие были, вот по эксплуатации, по ремонту, и там было, по-моему, написано, что до рестайлин, до какого-то года, до 79-го, или что, шли вот эти фильтры, и был вот этот коллектор. И этот коллектор, еще с насосом, завязан с тем, который... А, заслонка была тут, по-моему, тут куча, пару заслонок, тут, в общем, он завязан с насосом, который управлялся вакуумом, не механический регулятор, как вот сейчас, а именно вакуумом. Я таких никогда не видел, никогда не... А еще, Жень, попадался какой-то с центральной частью, и тут заслонка тоже стояла. Еще такие вот коллектора мне попадались. Ну, это, я не знаю, возможно, это на бусах, но тут можно было и так, может быть, даже и... На бусах у них высокий такой он. Высокий, да, я высокий, однажды, я 616-й, мы ставили на кару, фонтан-порочек, и мы высокий нашли, нам пришлось тут отпиливать, упорачивать. Ну, то есть, если сюда делать, ну, и было бы даже еще и красивее. Вот эта труба закрыла бы турбину, и как-то оно бы сюда и пошло. Так что это вот у меня уже тут. Здесь можно было бы поставить планжера 5,5 мм. И взять те же самые 100 лошадиных сил. У нас тут, наверное, получилось, давайте я даже так скажу на видео, где-то 115 и 250 момента. 115 сил и 250 момента. Вот посмотрим, что у нас. Ребят, запомнили цифры, да, то есть, Женя уже это, у него на уровне инстинкта, да, то есть, он видит это все. Мне так кажется. Посмотрим, что Диностенд покажет. То есть, как бы, вот 115 и 250 момента. Ну, там еще же важный показатель, по идее, нужно сказать, при каких оборотах эти достигаются 250. 2,5 тысячи будет 250. Ладно, это мы проедем. В общем, решили использовать 6 мм. Почему? Ну, тут и получилось, тут можно, наверное, до 150 его на этих пленжерах скачать. Тут, кстати, запас у тебя еще есть. Я просто его не стал ничего там, там можно еще добавить. Ну, нам задача ресурс. И задача такая, насколько я, Анатолий, понял, тут не для гонок машина, а просто, чтобы хотя бы можно было на ней ехать более-менее, ну, нормально. То есть, ну, опять же, грузовик обогнать, еще где-то. Потому что, на сегодняшнее время, с теми характеристиками, 30 секунд до 100, как бы, ну, нереально ездить. Я бы не ездил бы, вот честно. Ну, я бы не ездил бы. Кто бы там что-нибудь говорил. Ну, как вы не обгоните КамАЗ? Сегодня уже это, от этого, ну, все, это не годится для сегодняшней езды. Вы на федералку выйдите, и это будет, ну, жестко. В общем, поставили 6 мм, для чего? Есть такая тема, даже вот на тюнинге, кто ставит 7,5, ну, на эти, на 606 моторы. То есть, чем больше впрыск, ну, тем больше плунжер, то у вас получается, при одинаковой мощности, ну, возьмем, скажем, мощность 100 лошадиных сил, да, и возьмем плунжера 5,5 и 6, то при плунжере 6 мм, время впрыска сократится. Ну, оно же будет наливать то же количество топлива, сколько нужно на 100 лошадиных сил, но быстрее. что от этого происходит? это мои такие, я так думаю, вы можете там не соглашаться. Раз впрыск быстрее, у вас температура выхлопных газов будет ниже, но при этом получите негатив, у вас будет мотор работать жестче. Ну, жестче. особенно, вот даже сейчас мы посмотрим, на холодную, он будет так, ну, жестковато, но потом, в принципе, нагревается. это связано с тем, что нету вот этой вот плавности, да, то есть она так растягивается, процесс растягивается, впрыска на маленьких плунжерах, а на больших он, ну, быстрее вливает. Мы берем одинаковые лошади, поэтому решили сделать вот так, ну, по крайней мере, мы сделали так, и как бы, будем смотреть, что из этого будет получаться, да, вот, а так, в принципе, можете оставлять 5,5 и как бы, ездить. дальше, турбина, турбина, почему я остановился, это с 2,3, 601 двигатель, почему я остановился, именно на ней, потому, что у двигателя, геометрия, колено очень маленькое, да, сколько, 83,6, меньше, чем 84, 84, вот, у 606 мотора, и поршневая, соответственно, тоже, ну, 87, получается, двигатель, на низах, он, как бы, ну, слабенький, поэтому, нужно ему, все-таки, уже, вдувать, то есть, турбоямы, да, типа, получать, ему нужно будет туда, ну, пораньше, вот, если это был бы, 616 мотор, то, вот, как сейчас, я это все вижу, то, эту турбину, даже, и не нужно ставить, я бы, даже, не рекомендовал бы, и лучше бы, поставить турбину, которая, идет, вот, на 2,5, 2,9, там, колено уже большое, низы, будут лучше, и, там, будет достаточно, на низах, и турбина, пусть, попозже, раздувается, это, пойдет плюсом, на верхах, не будет, она, затыкать, выхлоп, то, то есть, это связано с тем, что колено маленькое, основное, связано с тем, что колено маленькое, и поршневая маленькая, поэтому, я вот, остановился на ней, ну, и получилось, в принципе, тоже нормально, несмотря на то, что, в принципе, и кулек мы поставили, раздувается, она, достаточно рано, то есть, тут уже начинает, прям, наверное, с 1500, там, 1200, 1500, там, на стенде, будет видно, там, когда прирост пойдет, ну, там будет видно, когда начинает дуть, а максимальный буст, ну, наверное, 2500, 2500, может, 2000, то же самое, промежуточный охладитель, к чему я поставил, это тоже самое, связано с температурными, вот этими нагрузками, на двигатель, ну, ввиду, увеличения мощности, то есть, чем нужно холоднее, вдывать воздух, если горячий, если сейчас получается, плужера поставить, пять с половиной, выбросить, кулек, ну, если выбросить кулек, тогда можно турбину сразу, чуть побольше, потому что она все-таки, дает потери кулек, да? да, дает потери, именно начало, то есть, Жень, мы же еще по системе охлаждения, да, тоже, очень серьезная работа проделана, по охлаждению, скажу так, значит, нет, по сути, это все охлаждение, да, если так, это все охлаждение, и плужера, в том числе, то есть, если это было из-за рабочего процесса, то сейчас пошла некая механика еще, да, я нашел, именно 615-го мотора, нашел шкив, меньшего диаметра, но он должен в паре идти тоже со своим шкивом, у меня не получилось из-за гура, у меня не получилось тот шкив поставить, поэтому обороты вентилятора, я посчитал, где-то на 40% сейчас увеличены, ну, обороты водяного насоса, но у нас, я обороты не мерил, но у нас снижены обороты двигателя, это имеешь в виду на холостом ходу, да? нет, максимальные обороты у нас снижены, почему? за счет чего? за счет этого регулятора, который поставил с 3,5, у них колено большое, обороты там у них 4,500, я не помню, может быть 4,800, но они ниже, чем у этого, по-моему, 5,400 по заводу, вот, но я даже не боялся снижать обороты, потому почему, даже и с тобой не советовался, почему, потому что максимальные обороты нам все равно не нужны, абсолютно, абсолютно, это еще некая подстраховка, от перекрута мотора, это некая подстраховка, да, поэтому то, что водяной насос крутится быстрее, ну, понятное дело, что ему сейчас как бы хуже, да, он будет быстрее крутиться, но, у нас и максимальные обороты снижены, то есть, на максимальных мы не будем ездить, ну, и как бы, я думаю, что там нормально все будет, единственное, что, Толя, я тебе посоветую, если ты не поленишься, то есть, тебе нужно купить новый водяной насос, крыльчатку, вискомуфту, 617-го мотора, а они встанут по посадкам, и насосы, да, вот, вискомуфту, я их никогда не видел, но они, они есть, это дело, для чего, это опять, сыграет роль своего, своего рода, охлаждение, сейчас объясню, тут важно, вот, ну, как это я вижу, вот сейчас, вентилятор у нас, жестко завязан, когда ты идешь на оборотах, это потеря мощности, потому что, он работает, ну, он тащит, его нет необходимости, да, это потеря мощности, раз это потеря мощности, значит, это и, ну, расход топлива, а раз мы топливо расходуем, значит, мы и двигатель нагружаем, ну, пускай это 2 лошадиных силы, или 5, я не знаю, но мы его нагружаем, а нагружаем мы его просто так, Его не нужно нагружать, а мы его нагружаем. Когда это был маленький моторчик и маленький вентилятор и обычные обороты у него, эти потери наверняка были минимальные и производитель оставляет вот это. Но заметь, даже в жигулях раньше был жесткий вентилятор, сейчас перешли на электро. Потому что действительно не нужно на трассе, имея такой поток воздуха, не нужно на трассе, чтобы он... То есть как бы вот этот момент... А если не переходить на вискомуфту, а электровентилятор поставить, или здесь места просто не будет? Нет, почему не будет? Все будет. Можешь вот это вот снять, выбросить, вентилятор снять. Получается у тебя вот место будет. Ну да, там проставка же идет. Место ты можешь прямо от жигулей поставить. Но я бы все-таки оставлял бы вискомуфту. Почему? Потому что вот этот режим вискомуфты, он у тебя всегда будет. То есть ты и в пробках, она крутится и небольшой поток воздуха через радиатор проходит. И у тебя будет в принципе... поехал, остыл. Остановился в пробках. В зависимости, какую температуру включения ты поставишь. Если поставишь 100 градусов, ты будешь наблюдать, как у тебя постоянно до сотни будет доходить. Поэтому я бы рекомендовал бы оставить вискомуфту. То есть более такой щадящий температурный режим будет? Да, мое мнение так. Дальше опять охлаждение. Решил я тоже подстраховаться. Мне пришлось его два раза разбирать. Значит корпус масляного фильтра поставил с выходами под масляный радиатор. Там термостат стоит, его можно выбросить и масло будет постоянно идти сюда. В принципе я хотел так сделать, но что-то потом... Ну это не сложно сделать, но пока вот так. 110 градусов откроется, там термостат. 110 градусов, она откроется и пойдет сюда. Я сколько катался, не дождался, что оно сюда пошло. Ну то есть, наверное, все-таки 110 масла не доходило. Это, наверное, здесь в пробках в лучшем случае. Нет, не в пробках. Это будет выглядеть, когда ты идешь на высокой скорости, нагруженный, с прицепом. Очень будет сильная нагрузка на двигатель. Нагреется масло и тогда включится и будет потоком охлаждаться. Поэтому у этих машин, у легковых и у 210 нет вентилятора. Потому что ты его не нагреешь масло вот здесь в пробках. Нагрузки нет. Понимаешь, нет нагрузки. А, например, на Гелендвагене уже стоит, да? Потому что на Гелендвагене можно создать такую нагрузку. Он... Мощный? Нет, не мощный. Он создан для каких условий? Ну, грязь, бездорожье, маленькие скорости. Да, обдува нет, но нагрузка есть. А у этого автомобиля, ну, по большому счету, ты едешь по трассе и если ты его сильно нагрузишь, то нагрузки тепловые будут расти и, соответственно, масло тоже будет нагреваться. Жень, смотри, я что предлагаю. Мы сейчас буквально пару слов скажу о том, что... Про бюджет. И, наверное, будет правильно здесь сделать следующим образом. Наверное, мне цифры нет смысла называть, потому что они не актуальны. У нас с собой какие-то определенные свои договоренности. Вот, но я думаю, что правильно люди, которые будут в эту историю ввязываться, иметь должны относительно открытый бюджет. То есть, я поясню, что значит открытый бюджет. Значит, смотрите, капиталка мотора прошла, да? То есть, поршни можно было купить за 9 тысяч рублей, да? Можно было за 15 каждый. Потому что вот специфика такая мотор. Я понимаю, что у нас 616. Не, ну ладно, там 616 в этом плане все нормально. Поршни есть, 617 все есть. И, в принципе, ну, недорого. Там в сотку вы... То есть, сотка это только капиталка? Да. Это только капиталка. Дальше, смотрите, что происходит. Значит, Женя, ну, это простой пример. Он сидит, подбирает конкретно, что сюда нужно. Это время трудозатраты. Представляете, это еще придумать, как это... эту деталь вкорячить. Это не штатная работа, когда вы меняете колодки снял, поставил. То есть, здесь нужно продумать, как воздуховоды пройти. Ну да, это можно так сказать. Вот этот вот радиатор я ставил, например, там, два дня. Почему два дня? Его нужно поставить сюда, потом нужно как-то соединиться с ним. Это не выглядит так, что вы пойдете, возьмете шланг. Какой вы шланг возьмете? Да, то есть, это изготовление на заказ даже шлангов. Можно, конечно, было искать заводские. Ну, они же есть, такие машины с этим радиатором. Но, опять-таки же, искать, где искать, что искать. Это вот оно... Это как в анекдоте, знаете, про часовых дел мастера, да? Когда приходит, человек дает часы в ремонт, чтобы ему починили. Мастер открывает отверточкой, крышечку, что-то там клупнул. Вот, с вас 200 рублей. Вот, клиент говорит, да вы же ничего не сделали. Типа, ну вот, клупнули и все. Говорит, вот смотрите, 50 рублей за то, что я клупнул, а 150 рублей за то, что я знаю, что надо клупнуть. Вот, это как бы один момент. Теперь, значит, о том, что не вошло в видео Евгения, да? Значит, я когда машину отдавал, у меня были подозрения, что забит топливный бак. Вот, потому что в какой-то момент, когда я ехал уже со стороны Алтая, да, то есть машина периодически теряла мощность. То есть я дул в обратку, точнее, ну, то есть по отопленному шлангу, не в обратку, а в основную магистраль. И вроде как это помогало. Не знаю, это было, не это. Может быть, связано с тем, что мотор в этот момент остывал чуть-чуть. Но по баку, Женя, он грязный был? Ну, было там, что-то. Ну, это естественно, что там не будет чистых. То есть раз, это снятие бака, прочистка, проверка топливной системы. Дальше, значит, печка. То есть мотор, радиатор печки у меня начал парить. Причем это вот уже все в последние моменты начало происходить. Замена радиатора печки. Раз. Дальше, когда я ехал на Алтай, я машину перебирал. У меня машинки тормозные, да, суппорта новые перебранные были. Главный тормозной новый я поставил. Так вот, Евгений в одном из видео рассказал, что машина не ехала, да, по-моему? То есть прям колесо толкало, она клинила. Причем сначала было подозрение на суппорта, но все четыре одновременно. Оказалось, главный тормозной цилиндр. Его тоже пришлось менять. Да, поменял телевизор, да мы тоже, мы два дня к этому пришли. Пришли, взяли на свой страх и риск, купили, поставили, все, сейчас проблема это уже. Дальше, вот смотрите, фильтр, Женя акцентировал внимание, что он с термостатом. Так вот, когда он пробный заезд сделал, эта бушная деталь доставила тоже геморрой, потому что оказался заклиненный там термостат. Да, я его разбирал, нашел я по чистой случайности термостат, проверил его, все, он работает. Ну, то есть я его поднагревал, все там штук подвигается. То есть сейчас там все работает. Поэтому, значит, это я к тому, что поставив деталь, можно купить новую, но представляете, сколько она будет новой. Я думаю, даже не купят люди, наверное, да, вот, то есть бушные детали приходится комбинировать, да, тот же фильтр, это вот как вот надо его подобрать, да, то есть, чтобы он более-менее встал тут, так, то есть, как бы, вот. Не, ну тут спасибо моим подписчикам, я тут общаюсь, в общем, мне тут подсказали, ну, не суть. Но, тем не менее, на самом деле, это очень классно, я когда у Евгения в комментариях видел, что пишут люди, да, то есть, на самом деле, приятно, когда находятся специалисты, техническую информацию, именно техническую, не балаболство, а именно техническую подкидывают. Это очень приятно, и самое главное, что люди выходят на связь и делятся своим опытом с Евгением. Это тоже очень приятно. Ну вот, я это, наверное, уже как бы тут... Да, дальше Евгений сделал, у меня была кнопка для того, чтобы прогревать свечи. Я сидел там, держал ее 15 секунд, да, отсчитывал, потом, соответственно, это все дело запускалось. Руль Женя поменял, он уже просто от возраста, оболочка относительно металла начала крутиться, честно говоря, неприятно рулить машиной. Вот, то есть, я к чему еще раз говорю, что назвать вам цифру бесполезно. То есть, опять же, тот же объем, чтобы правильно поехал машина, привязан, вот видите, с тормозами, с печкой. Но нельзя сделать тюнинг мотора, не устранив вот эти вот проблемы. Это я просто бы даже не уехал от Евгения. Вот, поэтому, еще раз повторю, что нужно понимать, что тюнинг мотора, тем более, когда мы работаем со старыми машинами, всегда есть проблемы с запчастями, с их наличием, с поиском. Проблемы есть с тем, что мы ставим старую деталь, и мы не знаем, какая она рабочеспособна. И плюс объем работы, который проделывается, он колоссальный. Потому что некоторые детали приходится снимать там по 10 раз. Да, я представляю, коллектора ты подгонял сколько, прыгал. Вот, то есть, а коллектора переделаны впускные, да, то есть, выпускной коллектор, приемные коллекторы, приемные трубы переделаны. Так что объем большой. Да, кстати, если зайдет вот это все дело, я бы все-таки рекомендовал там 59 трубой протащить туда. А если и есть желание, прям на бок вывести ее, то есть, максимально короткую сделать. Это облегчит ему тоже жизнь. Так, ну что, Женя, наверное, все мы рассказали. Давай потихонечку переставляем колеса на легкие. Заодно, как раз освободиться места, мы это... Я пропнем подвеску, параллельно расскажу. Пока. Ну, это родные, которые идут как тюнинг. То есть, родные 14-й, это 15-й. Вот, которые родные 14-й, они вот прям легкие-легкие. Я тебе скажу так. Смысл какой? В силу того, что моторы были слабые, вот эти колеса, они прям нужны ему. Потому что машина способна передвигаться там 100 км в час, но разгоняться, она будет на маленькие, на легкие колеса. Я потом сделаю дома замер, сколько весят колеса мои, вот эти, и сколько весят. Хочу взвесить колеса, которые стоят на машине, и свои тюнинговые. Для этого я еще такие весы подготовил. Ну, сейчас тут дотратим. Отреза. Покрышка модель. Так, это Cylon. Cylon. Размер 225-60R15 на литье. Но это колесо не стандартно для Мерседеса, стандартно 14, но я его подбирал по АМГшному каталогу, размер. Ну, соответственно, покрышка китайская, диск, ну, какой-то реплика. То есть это не ББС. Так, смотрим. 12,1 килограмма. 12,1 килограмма. Так, сейчас берем другое колесо. Заднее колесо 275-40R17. Это на разварках. Диск взят от Мерседеса Виана. И переднее колесо значит, оно идет 255-40 на 17. Если брать диаметры, сравнивать, они по диаметру вот, одинаковые. С точки зрения нагрузки от радиуса колеса, да, то есть они одинаковые. То есть в основном нас интересует вес. Так, переднее колесо. Это что-то невероятно. 28 килограмм. Это перед. Во всякий случай, вдруг я ошибся. Литое колесо. Вот, видите, уже 8 килограмм разница, да? И это с колеса. И заднее колесо. Ну, чуть-чуть потяжелее. 22. То есть 10 килограмм. Ну, вот такая вот история, да? Соответственно, помножаем на 4. И разница на круг очень существенная. Так, я тебе скажу так. Когда я купил литые диски, я не мог найти размер вот этот. Это же хитрый размер. 225-60R15. Вот, именно на 15. Потому что я 16-й, пожалуйста, есть. Вот. Я нашел континенталь. Ушатанные покрышки. Их чуть ли не там, как-то не на помойку выкидывали. Вот. И мне нужно было к тебе доехать. Помнишь, они травили? Когда я приехал, у тебя первый раз, когда еще вот познакомились. Так, Жень, там этот континенталь, вообще пушинка, сама покрышка. Вот это китайские. Я нашел, но это новые. Чего? Получается, вылет другой и в домкрат опирается. Кстати, давай сейчас, пока есть возможность, я покажу подушку. Значит, здесь, ребят, подвеска вся перебрана была перед моей поездкой. Подушка Рубена трехсекционная. Вот эти кронштейны делал я сам. Этот делал тоже сам. и очень пришлось хитро ловить положение вот этих опорных пластин, чтобы амортизатор не задевало и здесь в момент сжатия подвески не задевало. Соответственно, трубки, вот они пошли и идут туда в салон. Вот таким вот образом устроено. Дальше я вам по мере того, как мы будем двигаться, я буду рассказывать. здесь стоит уже подушка 170-я Рубена. Сверху заварена опорная чашка пружины и сделан вот такой переходник. Соответственно, с этого переходника выведена трубка. Значит, в рычаге там амортизатор уже шел в середине пружины. Значит, рычаг я заварил, сделана пластина и вот видите отверстие вот эти вот два. Это для того, чтобы насквозь закрепить подушку к плоскости. То есть, два болта идут через вот эти вот просверленные отверстия и два болта через штатное отверстие, куда амортизатор проходил. Вот. Таким вот образом стала подушка. Так, дальше, что еще? Значит, амортизаторы. Ну, вы видите, что весь зад гнилой. То есть, единственное, что были места, это вот я сделал вот эти вот косынки. Если с правой стороны это еще более-менее нормально, с левой стороны здесь глушитель проходил. Вот. Банка была большая. Пришлось банку поменять. Вот такую я поставил маленькую. Вот. Купил. и амортизатор встал вот сюда. Значит, в дороге у меня в Челябинской области Челябинской вырвало кусок кузова прямо вот с этим треугольником. И вот ребята в Миасе делали усиление такое, то есть, приваривали уголок и через уголок уже вот эту косынку. Так, кстати, резинку надо надеть глушителя. Ну, все днище пошкрябанное. И вот здесь Женя переделал приемную трубу. Вот она вся в изгибах. И вот здесь вот как раз по его рекомендации мы, наверное, перейдем на большую трубу. На самом деле, значит, сейчас мотор приведем в порядок. Я буду прорабатывать вариант кузовного ремонта. Но кузовной ремонт будет сделан хитрым образом. То есть, внешне, снаружи, он должен быть такой же обшарпанный, старый. Надо усилить будет багажную часть. то есть, под днищу надо все дело привести в порядок, чтобы это было живое, крепкое. Поэтому сейчас буду потихонечку прорабатывать, кто возьмется за это дело. Ну и, соответственно, сколько это стоит и так далее, и так далее. Все, колесики мы поменяли. Делаем запуск, да? Да. Вот эта штучка, которая на холодную можно добавить газ, да? Да? Она, вот видишь, выключается, включается. То есть, это не механическое, а электрическое. Это электрическое, да. То есть, ты можешь, когда выключено зажигание, оно обесточено. То есть, она работает, когда включено зажигание. Но, когда прогреется, там, можешь выключить. Мы хотели тут лампочку еще сделать, ну ладно. То есть, зажигание включаем, можешь сразу чуть-чуть поддать. Разводить на повышенных. Разводить на повышенных. Газу уже давать не надо. По свечам, тут получается, она не погаснет. Ну, это вот неисправность этой релюшки, но она работает в штате. То есть, здесь просто-напросто одно вырали. Ну, либо бушная какой-нибудь, я не знаю. Но у меня вот как-то так получилось. У тебя эта лампочка горит, это значит, что свечи включены. То есть, когда она погаснет, это будет означать, что свечи полностью, весь цикл закончился. И вот, делаем запуск. Вот, сейчас свечи включим, видишь? Это утром, они, когда он холодный, это будет прогрев. Когда двигатель нагреется, они будут выключаться. Сейчас мы это увидим. А пока холодный, видишь? Сейчас ты оборот чуть-чуть сбавил, да? Это я сбавил, можно добавить. Это утром. Абсолютно. 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 Приятно. Не, но это он жестко. Сейчас он нагреется, он тихо будет работать. Ага. Штатный какой? Ну да Ну какой уж был Ну что на выезд Кто поедет? Ты я Ну давай ты мне покажешь как ехать А потом я Ты же сказал просто так теперь уже не поездишь То есть удобно Вот это вот Зимой в минус 20 Завел и пошел Поедем. Мы сейчас наверное прокатимся Да 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 Сейчас он еще холодный Слушай ну сразу Вот Чувствуется что он мягко на разгон идет Раньше нужно было газовать А ну сейчас тут все В этом плане. То есть он трогается хорошо Даже жду Вот я пробовал. А вот сейчас он холодный Как бы там Мощности скажем Оно меньше. Оно прям чувствуется В этих Дизельных Старых. Кстати вот по поводу Пневмоподвески кто там думает что Типа машина мягкая будет Она будет жестче чем На штатных пружинах Но она будет при этом лучше Дорогу держать и будет глотать лучше Стыки асфальт Еще что то. Но вот на таких Как мы сейчас едем Проселочная такая дорога Машина будет жестче Жестче чем в стоке да? Да. Ну потому что пружина Она работает только в определенном диапазоне Узком мягко А обыкновенная витая пружина Она в большом диапазоне работает мягко Но за счет этого ты в поворот входил Не ну я это делал Видишь Предательский синенький дымок Дизель? В автомобиле А я не знаю Да нет наверное А 6 по-моему не было да? Да были Были у них там 1.9 Но это А ну это же тот же фольсфаген Хе-хе-хе А че так как-то кауди А кстати по поводу дымка Народ спрашивал показать дымок Как сейчас при перегазовке А ну я тебе сделал Там корректором Я так скажу В принципе можно было Даже корректор этот и не ставить Оно нанизав там дыманет Но в силу того что турбина Рано раздувается Оно все начинает сжигать И то это если ты Прям стартуешь прям там Или с низких оборотов На какой-нибудь На третьей передаче Нажал в пол Тебе какое-то время Она чуть-чуть дыманет там Но че-то там такого Глобального Дыма какого-то сильного нет А это вот будем снимать И посмотришь Ну обязательно Акцентируй на этом Внимание Че там сзади делается Это можно убавить сейчас Можно добавить Вентилятор Вот слышишь Вентилятор его слышно Угу То есть без комок Если бы стояла сейчас Ну Было бы и тише в машине Слушай ну вот кресинская ебу 90 А если учесть что здесь Шумоизоляции никакой Да А если тут все сделать То тут на улице Тише чем в машине Потому что там ничего нет Да Вот так я тебе рекомендую ездить На нем Пока нету пятой передачи Ну да Здесь к сожалению Такометра нет Поэтому Контролировать Обороты не получается Ну она по ощущениям Ну все Она вот сейчас ведет тебя Видишь И пошел набирать Да Ну да Явно пятую передачу Бросится Да Уже не надо 90 ездить То есть все таки Натюненько Ну твое вот ощущение По сравнению с тем Что были колеса И вот эти колеса Я не могу тебе пока так сказать Потому что у меня уже Два колеса то там стояло Маленьких Ну обычных Да Раньше вот в этом диапазоне Не было вот этого Ну видать Мотор мощный Ну крутящий Не Не было да В этом диапазоне Ну нормально так Дорога обычно Не Не Вот на этих колесах Поприятнее ехать У них получается Профиль выше Помягче Да И они помягче И они как бы Получаются Пневму Из-за того что пневма жестче А вот эти колеса С большим профилем Нормальный Вот видишь Она заходит И она вот И в горку вот пошли Это мы сейчас на четвертый Да Нам не надо никаких там 60 км в час Да спокойно Я там Меньше полгаза там Такого не было раньше Не Нет Ты что тут В третьей передаче И газовыш Полка И даже Вот этот Момент Это какой-то резонанс Наверное В горлоке происходит И видишь Ну такой бы И прошел Не прошел У меня такое было Когда я купил машину Я долго искал Но она стояла Четырех сутка А потом уже так и не смог найти, в чем причина А тут подворачивается пятиступка Думаю, дай поставлю Ставлю пятиступку И все проблемы ушли Вот такой же вот момент В диапазоне около 2000 оборотов Вот это вот происходило постоянно То есть это я к чему говорю? Что возможно у тебя просто-напросто Если сюда пятиступку обычную поставить Ну с этой же машины исправлю Возможно этот резонанс уйдет Я думаю, что пятиступку найти на МЭРС нереально Я по крайней мере не смог Потому что я несколько месяцев шерстил А от автобуса только есть Значит тогда я предлагаю Либо поставить от автобуса Но это надо сидеть считать передаточные Там кулисы надо смотреть Меня больше всего волнует, как кулисы Кулисы можно сделать Эту поставить там с тягами Пополдовать А вот Если поставить сюда тяговую Ну это надо посчитать Получится первая передача будет Очень низкая Но при этом потом посчитать И поставить туда правильный редуктор Ну подлиннее чуть-чуть Ну то есть тут можно пополдовать Но ему надо Еще одна передача Чтобы мотор использовать Ставь более-менее Ну да, сейчас он в перекрут уходит Чтобы не уходит Ну что, пересаживаемся? Да, давай Сейчас я развернусь Заодно сейчас вот как работает двигатель Прогрел Ну да Вот небо и земля Брулывает Педаль мягкая Непривычная Такая, газа? Газа, да Это я тут регулировал Эту Это привыкнусь Слушай, прям То, что нужно Без резких всего Машина прям Ровненько и быстро То есть нет, знаешь Когда там желание Прямо жарить А она Ну просто вот Прямо приятно едет То, что вот эти все вибрации И все остальное Ты знаешь, абсолютно не пугает Потому что, ну, я Помню ощущение С того мотора Вот именно трогание Вообще легкое Уже третья пошла Можешь, наверное Ну то, что пятая передача Просится однозначно Считай, вот уже четвертая Сейчас уже можно было бы Пятую Да И он бы пошел Вдольник там Ну и все И вот он едет В принципе без Нету вот этого ощущения Недостатка мощности Да Мы не говорим о каких-то Больших мощностях Просто есть Недостаток мощности Да когда ты не можешь Обогнать Более-менее нормально Со светофорой Иногда Знаешь, когда короткие промежутки Надо ускориться И вписаться во что-то По времени Там между светофорами Или просто уйти с дороги Я сейчас специально Разгоняюсь Ну да Вибрация есть Ну вот этот Резонанс Ну я вот с 60 И пошел 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 Я к тому что В городе Будет самое оно Но Ты знаешь Что мне нравится То есть я понимаю У меня же идея Поехать Вокруг Черного моря Да А это горы Серпантины И вот Это самая тема То есть то что Мне сейчас мотора Будет хватать На подъемах Везде Я вот и говорю Что не нужно Ему Некоторые вот Советуют Ну можно же пойти путем Поменять редуктор Да Угу Я все таки На более скоростной На более скоростной Но низы Именно трогание с места Ты потеряешь Прицеп Прицеп Да Поэтому здесь максимум Можно поколдовать Это вот Я думаю Что только Либо просто Пятиступку ставить Либо вот Колдовать вот это Редуктор И Пятиступку Но тихоходная Или тихоходная Пятиступка Но это просто Нужно посчитать Посидеть Именно Ты знаешь Жень Вот то что я хотел То есть мне не зажигать Мне нужна уверенность В машине В динамике Я как бы Сразу понял Что ты хочешь Тут же можно было бы еще И я причем Понимаешь Как бы Получилась некая Эластичность мотора То есть Раньше мне нужно было Резко там На третью передачу И крутить его Там горку поднять А сейчас Вот именно удобно Что я меньше Передачами щелкать Буду Вот я сейчас Наверное Камера не передает Мы же С тобой вот сейчас В овраг спустились И поднимаемся Ну да Не вот здесь Я тут 90 Заходил Там у меня на видео Есть А мы сейчас Вот едем Плавненько Четвертая передача И я понимаю Что я вот сейчас Из города вышел Да из населенного И я пошел 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 На трассу То есть Я все это делаю На четвертой передаче Сейчас То есть Есть вот эта вот Эластичность Что Нужно чем И все Вот я пошел 90 Все И больше Он говорит Да Мотор уже В перекрут пошел Сейчас еще Будет интересно Сделать Замерку Расхода топлива Как он поменялся Я думаю Что расход топлива Должен Даже упасть Если ты будешь Правильно ехать Почему упасть Значит сейчас Когда ты едешь 90 У тебя Идет постоянное Давление наддува Где-то 1,0 1,1 То есть Там избыток Сейчас Воздуха Понимаешь Доплива меньше Там наддув Когда ты едешь 90 Я все Замерял Постоянно 90 Там 0,1 Наддува То есть Идет избыток Да Ну и как Как следствие Ну как вероятность Что Вот эта солярка Которую мы там Плюс-минус Ты туда педаль не уиграешь Все-таки Она будет сгорать И Приносить пользу Ну сейчас На силу Этот мотор Не хочет Надо его Покатать Как раз Вот уже Первые там Сколько 400 километров С небольшим Будет Робно Заезд Я вот еще не пойму Тут Видишь Температура Двигателя Она То ли это Сам датчик Я тебе датчик Потому что обычно У меня 80 В районе 80 Это у тебя Твой датчик Вот он Грежит Он неправильно Показывает Я тебе поставил Другой Если мы сейчас Тот поставим Он будет показывать Ниже 80 Ну 80 Главное Еще Это Такой момент Не будет ли у нас Какой-то Кавитации Турбины Из-за Повышенных Оборотов Не будет Я имею Не турбина Это Насос Водяной Обороты У нас Снижены У мотора На 20% Водяной Насос Сейчас Вращается Где-то На 40% Быстрее Учитывая Тут факт Что В максимальных Оборотах Мы мотор Использовать Не будем Поэтому Никакой Кавитации Там не будет Что касаемо Пневмы В салоне Значит Два манометра Вееровских Стрелки Левая Правая Подушка Левая Правая Это Передний Это Задний Манометр Вот здесь Вот Клавиши Это Место Стеклоподъемников Соответственно Накачивать Стравливать Все это Одновременно Тут Управление Идет И пойдемте Покажу Что в багажнике Там Значит Уже Компрессорная Станция Идет Которая Отвечает За Накачку Так Значит Это Беркутовский Компрессор Он Видите На демпферах Поэтому Такой Вибрации И шума В салоне Нет Ресивер Ну Ресивер Алюминиевый Соответственно Не гниет Там В плане Конденсата Но Конечно Маловат Хотелось бы Побольше Тогда бы Хватало бы На все Подушки А так Ограничены Так И вот Здесь Вот Система Клапанов В принципе Наверное И все Таким Вот Образом Автомобиль Управляется По пневме У меня Авантюрная Затея Есть Устроим Мы Сейчас Небольшой Заезд На Ускорение Значит Новый Мерседес 140 лошадей С копейками И Старенький Мерседес Значит 55 лошадей 55 лошадей Значит Я снимаю Даю старт Татьяна Анатольевна За рулем Того Автомобиля Женя За рулем Мерса Вот Так что Сейчас Будем Пробовать Устроить Заезд Выгоняем Машинки На старт Сейчас Проедет И будем Пробовать Готовы? Это Жесть Что это Было Это Была Хорошая Битва Все Ребят Забрал Мерседесик Я Дженни Сейчас На выезде С города Заправили 47 литров Ну и Будем Замерять Расход Потом Поедем На Диностенд Я думаю Что понятно Что здесь Явно Не 50 Лошадиных сил Полутора Мемориальный комплекс Ну примерно Скорость 100 Да И Попробуем Уйти На Обгон То есть Достаточно Плотно Идут Машины 90 И пошел То есть До 120 Крутится Мотор Хорошо Но С 5 ступкой Было бы Кресерская Скорость Легче Держать Я кстати Пока Тут был Перекур 5 ступку Уже На него Нашел Сейчас Жду Ответ По цене Ну Хорошо Вроде бы Если Они Тарируется Тарируется Эти тахометры Нашел Один Тахометр На Украине Он Прям Как раз Тарируется В зависимости От диаметра Шкива На валу На коленчатом И от генератора То есть Там Забиваются Пропорции И Он показывает Корректные обороты Вот Поэтому Я пошел Другим путем Поскольку Именно в жизни Мне наверное Тахометр Так вот Прям Очень Очень Не нужен Я купил Вот такой Лазерный Тахометр Он достаточно Точный И Соответственно Сейчас При помощи Лазерного Тахометра Попробуем Измерять Обороты Двигателя Ну и Соответственно Сейчас я еду На стенд Ну в общем Вот ребят Сделал я Этот прибор Наклеил Идет в комплекте Там такая Полоска серая Вот Сейчас я не знаю Будет видно Не будет видно В общем На шкив Навел Значит Придется держать Вот Под таким углом Чтобы считывать Показания Ну все Сейчас вот Ребята Отмашку дадут Будем заезжать На стенд Крепиться Снимать С ручника Да Да Коробка 5 4 4 На стенду Зафиксирую Мне в этот момент Нужно Померить Обороты Мне это тоже Очень интересно Так у него 90 ходовая Скорость Получается На этой коробке Да Там не важно Вот Потом Те ступки Будет Ставить Но мне интересно В каких режимах Мотор работает Мне это как бы Нужно Чтобы на четвертой передаче Условно На 100 километров Разогнались Я вот зафиксировал И мне сказал Цифру по обороту Все Добро Замерили обороты Конечно Большой объем Оборотов Вердикт А то что было 126 128 Это просто Первые замеры Там колеса Не цепляются Пробуксовывают У него всплеск Пока прогреются Да Колеса Подожди А если Коробку По идее Либо нужно Ну чтобы Вот в этот диапазон Попасть Еще до передачи Надо Либо передачу Попасть Чтобы вот он До 4000 Ну как вот Нормальные все Современные дизеля Там 4-5 тысяч Условно Ну то есть Это 5000 крутится Но у него Там нет уже ничего Ну то есть У него момента нету А дизель Он едет за счет момента Если вот он Ну там В диапазон До 4000 То тут вот Ну 200 ньютонов То есть Разница 120 ньютонов И 200 ньютонов То есть И соответственно Ну как бы Тут вот Самый Пик Это 2800 Ну то есть Условно Там 240 ньютонов То есть И при этом Скорость 80 километров Чемп То есть Вот он едет Условно Ну 100 100 километров Не пошло Падать уже И уже ему Хуже Он дальше Да Он там не будет То есть Если будет Пятиступка То примерно Вот этот Сдвинем Да То есть Ну пятиступ Да Он как бы Это Ну момент Сдвинется И он как бы Будет по бою Ну резвею Потому что Его ну дизель Этот смысл Нет больше Трех с половиной Ну абсолютно Плюс Он ожрет При таких Оборотах Задач Чтобы он Это Все таки Экономично Было по трассе Духов Той мощности Момента По сути Нету На низах Ну что Вот как бы В современных Дизелях Есть Ну то есть Они с низов Тянут Лучше Да Они там С полторы тысячи Они уже На Выходят Там на 250 ньютонов Ну как бы по хорошему За счет этого Получается И Словно говоря Там скорость 120 Да Там Восьмиступенчатая А у него там Тысяча С небольшим Оборотом То есть Они там В двух Две Там Две Ну Тро-трех тысяч То есть Диапазон Создают себе Который Едет Длинная коробка То есть А тут Получается Он как бы Такой Более Какой-то На бензин Ну вот С турбины Тоже Мы ее Специально Подбирали Ну точнее Евгений То есть Чтобы с одной Стороны И мотор Не затыкался С другой Стороны Как бы Не было Перебора Успех Удался С 55 Лошадей До 109 И 240 Ньютонов Крутящего момента Место Там 37 По-моему Или 140 По штату Я доволен С другой стороны Как бы Не было Перебора Успех Удался С 55 Лошадей До 109 И 240 Ньютонов Крутящего момента Место 137 По-моему Или 140 По штату Я доволен На низах Ну что Вот В современных Дизелях Есть То есть Они с низов Тянут Лучше Да Они там С полторы тысячи Они уже Выходят Там На 250 Ньютонов По-хорошему За счет От этого Получается Скорость 120 Да Там Восьмиступенчатая А у него Там Тысяча С небольшим Оборотом То есть Они там В двух Две Том Две Ну Тро-трех Тысяч То есть Диапазон Создают Себе Который Едет Длинная Коробка То есть А тут Получается Он Как бы Такой Более Как На бензин Похоже Ну Вот С турбины Тоже Мы ее Специально Подбирали Ну Точнее Евгений То есть Чтобы С одной Стороны И мотор Не затыкался С другой Стороны Как бы Не было Перебора Успех Удался С 55 Лошадей До 109 И 240 Ньютон Крутящего момента Место 137 По моему Или 140 По штату Я доволен С другой стороны Как бы Не было Перебора Успех Удался С 55 Лошадей До 109 И 240 Ньютон Крутящего момента Место 137 По моему Или 140 По штату Я доволен Продолжение следует